Итак, ребятки, на канале от латухи распаковка вроде как защищенных часиков Blackview W30, ну по дизайну, по крайней мере. Поэтому будем вскрывать и изучать. Интересно, люблю такие устройства. Ну, я думаю, многие, кто подписан на канал, об этом давно знают. Вытаскиваем. Оба-на! Вау! Вот это классно! Дизайнничек. Было бы, правда, у часов такой же дизайн тоже было бы интересно. Увесистые, такие серьезные клоки. Ссылочку снимаем. Это у нас металл, то есть защитная рамка вокруг всего экрана из металла, ну или бейзель по-другому. У нас по ходу отверстие динамика, предположительно, более точно не знаю. Кнопочка, барашка, площадочка с диодами и магнитная площадка для зарядки. Made in China, FCC, Телит, Телитра, Ливали. Так, лезем дальше. Инструкшн мануал по новой теме Black'ов. Это большая, такая яркая, красочная газета. По-другому не назвать. Русский есть. Сенсорный экран, длительное нажатие ТО, короткое нажатие ЭТО, водонепроницаемость 10 метров, Bluetooth 5.3, экран, стекло, ширина ремешка 22. Температура от минус 10 до плюс 40. Аккумулятор 300. Срок службы батареи 5-6 дней. Время зарядки 2-2,5 часа. Экран 1,91 дюйма. Так, что за программа у нас? Нет, это не программа, это YouTube чего-то другого. InfoWare. О, я эту программу уже поставил, когда распаковывал другие часики, которые в отдельном видео. Не будем по-другому говорить. То есть, если, короче, часы промокли, не забудьте их вытереть. Ну, как-то так обозначается. Все. Включаем, подключаем и смотрим. Ой, не туда, мана. Вот сюда, мана. Мне лучше Wi-Fi. Так, управление устройством. Добавить. О, W30. Подключение. Ребята, по ходу, перешли плотненько так на эту программу. Молодцы. Может быть, даже сами запилили. Черт его знает. Привязано к устройству. Начать использовать. О, как. Красивый циферплатик. Слушайте, мне нравится. Разрешить. Добавить. Язык русский. Следующий шаг. Следующий шаг. Это у нас все уже давно настроено. Включить устройство именно это. Старое отключается. Подтвердить. Все. Ну, если что, кто не понял, вот предыдущие были часики. Но про них отдельное видео на канале. Программа сейчас успокоится. Часики полноценно подключатся. И я продолжу. Понятно. Настройки я уже произвел. Отстаньте от меня. Заряд у часов 52%. То есть, я сейчас перед полноценным тестированием должен буду сначала зарядить. Ну, вот центр циферблатов нам. И каждый из пунктов раскрывается. Там еще циферблаты. Делесом. Ну, в общем, это мы все изучим. Циферблатов у нас тут множество. И потом к обзору все это дело я вам расскажу. Далее. Настройки устройства. Режим не беспокоить. Настраивается по времени, если надо. Вибро можно сделать мощнее и слабее. Настройки погоды. Благодаря тому, что я на прошлой часике настраивал, они уже активированы. Все эти настройки. Отдельные упражнения. Отдельные упражнения. Здоровье. И персональные настройки. Настройки измерения. Персональная информация. Цели. Какие используем карты. У нас Google. Других, к сожалению, нам понятных я пока не нашел. Ну, в общем, вот как-то так. Напоминаю еще раз. Программа от часов должна висеть всегда в фоне. То есть она должна всегда работать. Поэтому мы ее закрепляем. Если у вас устройство Blackview, то вот здесь. Программа управления. Управление приложениями. Автоматическая очистка. Связанный запуск. И автозапуск. Везде эта программа помечена галочкой, чтобы она работала. Ну, давайте попробуем музычку, что ли, сюда передать. Пойдет она или нет, интересно. Или нужно что-то еще подточить. Походу, надо подточить. Окей. Значит, еще вторую постасию надо подключить от этих часов. Сейчас мы это проверим. Прикольно. На часах все, конечно, выглядит прикольно. Да, Bluetooth никакой не подключен. Вот это вот интересно. Может, как-то из часов это надо инициировать? Так, не туда. Ублоко почему-то теперь настройки наоборот. Снизу вверх. А не сверху вниз. Так. И как же мы должны подключиться? Хотя он говорит подключено. Связь установлена. Звонить можно. Но я что-то не наблюдаю. Так, V30 же. Так, выключено. Включено. Вот они, V30. Добавить. Непонятненько. На секунду написал, что неверный пароль. Кстати, это у нас отдельная яркость. Это у нас режим не беспокоить. Это поиск смартфона. Это вообще наглухо. Нет, подождите. Это режим без звука. А вот это режим не беспокоить. А это у нас информация об аккумуляторе и включении режима экономии. Как я понимаю. Все. Глухарь. Эти часы повесили мне смартфон. Шучу. Не надо было сразу нажимать на кнопку. Надо было дать ему хотя бы секунд пять подумать. Вот какая моя ошибка. Это Android. Раз, два, три, четыре, пять. Теперь нажимаем и добавляем. Все. Теперь подключено. И вот вопрос. Теперь музыка на них пойдет или нет? Нет. А как сюда передать музыку? Так, это спорт. Музыка. Нет, все равно там. А как ее здесь? Ну, в общем, ребята, разберусь, видимо, к обзору все это сделаю. Значит, что делать? Как проверить динамику, если с музыкой пока не разобрались? Значит, открываем звонилку. Нет, это циферблата, судя по картинке. Да? Да. Ну, значит, пока вот этот выберем. О, вторник по-русски это радует. Так, а как у нас тут позвонить? Нет, это спорт. О, наборная панель. Так, Wi-Fi выключить. 0,60. Звоним. Управление полное. Вот пошел звук. Да, динамик. И он там, если приглядеться, сеточка. Ночное время 13 часов, 16 минут и 0 секунд. Ну, нормально. Соответственно, можно настраивать микрофон. То есть, включать, выключать. Можно настраивать громкость. Можно посмотреть недавние контакты и журнал вызовов. Все. Так, что у нас еще есть? Это мы видели. Это у нас сообщение последнее. Частота сердца, погода. На несколько дней прогноз в наличии. Кислород в крови. Сон. Давление. Изучим. Калории. И наша деятельность. Будильник и все такое. То есть, сборник коллажек такой. На будильник нажимаем. И можно даже добавлять собственный будильник. Вот мне, например, сегодня нужно 18.30, да, проснуться. Пробуем. Перелет. Нет, давайте 29. Ок. Все. Что? Вторник. Значит, вторник и среду. Применить. Все. Будильник есть. Он даже включен. Клево. Ну, а дальше статистика того, что у нас было. И даже погода. Не, ну, клево. Так, возврат у нас как? Возврат вот этим. А этим мы двигаемся, да? И циферблаты меняются. Ну, вот это вот косячок, на мой взгляд. Ну, ладно. Главное, дни недели везде по-русски. Смотрите. Вторник только кверх ногами. Голову надо переворачивать. Короче, пока зачет. Браслет хороший. Тем более их два в комплекте, кто не помнит. Зарядка обыкновенная магнитная. И смотрим, будет ли она держаться, если... Ой. Сыненье потянуть. Попытаться часы поднять. Нет. Нет. Слабовато. Чуть-чуть приподнимает и падает. Ну, в общем, для распаковки достаточно. Если кого заинтересовали часики, ждем продолжения. Для этого рекомендую подписаться на канал. Но пока приступаю к изучению. Прикольные такие часики. Ну и, как всегда, активация экрана подъемом руки включается и выключается в настройках. Всем пока. Прикольные такие часики. 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 Прикольные такие часики.